Ипотека для молодых преподавателей и учительский дом. За время реализации этих программ в регионе счастливыми обладателями квартир стало уже более 800 семей работников сферы образования. С одним из таких новоселов встретилась Татьяна Кудасова. Я приобрела квартиру и теперь хочу немножко сделать все по-своему. Ну, допустим, здесь поклеить зеленые обеи. Идеи ремонта долгожданной квартиры у учителя физики Ольги Мандровой много. О своем жилье молодой педагог мечтала давно. В свои 29 школе она отдала уже 11 лет. Учителем стало в 17. До прошлого года возможности взять ипотеку у Ольги не было. Но как только она узнала про программу ипотека для молодых преподавателей, не задумываясь, начала собирать документы. Уже в июле месяце я смогла приобрести квартиру. Впервые за многие годы государство обратило внимание на проблему жилищного обеспечения учителей и предложило реальный механизм ее решения. Это очень радует. Программа ипотека для молодых преподавателей рассчитана на педагогов не старше 35 лет, а также на выпускников, аспирантов и студентов старших курсов педагогических вузов. Для них понижена процентная ставка до 8,5%, а минимальный первоначальный взнос всего 10% от общей стоимости жилья. Действуют в регионе и другие меры социальной поддержки учителей, подъемные молодым специалистам и проект «Учительский дом». Все эти меры социальной поддержки позволили, во-первых, существенно укрепить кадровый потенциал педагогический в регионе. Сегодня практически нет вакансий в школах. Ведется работа по повышению заработной платы работникам детских садов, учреждений дополнительного образования. Все вместе это позволит действительно сохранить высокое качество и доступность образования на территории нашего региона. Всего в Саратовской области за время реализации программ «Жилье» приобрели 800 преподавателей, а еще 10 педагогов воспользовались ипотекой для молодых учителей. Татьяна Кудаса, Иван Серяпин, Ярослав Квитком, Вести, Саратов.